Все факты персонажа данной истории вымышлены. Любое совпадение — случайность. Я боюсь! Мигель, брат, послушай меня. Я тебя не удержу. Сначала поставь одну ногу, потом другую и входи. Ты с ума сошел? Мне страшно. Давай, Мигель, давай, брат. Другого выхода нет. Я прошу тебя, давай. Упрячешь меня в тюрьму? Я бы никогда на это не пошел. Ты что? Восстановишь меня на работе. Мигель, ты взорвался. Не восстановишь — спрыгну. Ты меня шантажируешь? Думаешь, я шучу? Думаешь, я шучу? Я сейчас прыгну. Я прыгаю, серьезно. Если ты меня не восстановишь, прыгну. Мигель, пожалуйста. Закончим этот фарс, прыгнем оба. Остановись. Улыбнись для фотографии. Послушай, ты вернешься в фирму. Серьезно? Да, мы же семья. Это я и хотел услышать. Подожди. Да. Я иду. Нет. Помоги мне. Я не хочу умирать. Не хочу. Нет, нет. Не поступай со мной так. Не оставляй меня одного. Прыгай со мной. Наталья Арейра и Факунда Арана в телесериале «Ты моя жизнь». Автор идеи Адриан Суар. Автор сериала Эрнесто Коровски. В ролях Карлос Бельоса. В ролях Карлос Бельоса. Композиторы. Композиторы Алихандро Алем и Алихандро Парисоу. Операторы Пабло Старина и Хорхе Фернандес. Продюсеры Мариана Петражли и Хульетта Мартинелли. Режиссеры Хорхе Печара и Радольфо Антунес. Продюсеры Мариана Петражли и Хульетта Мартинелли. Вот это босс. Вот это мужчина. Я серьезно говорю. Есть еще настоящие мужчины, Кимберли. Рано радуетесь, а это ведь еще не конец. Ну все, с меня хватит. Я видела все, что мне нужно. Мне скучно. Ладно, если тебе скучно, если ты уже все видела, может тогда вернемся к работе? Знаешь что, я беру сегодня выходной, ясно? Все равно я работать не смогу. С какой стати она берет выходной? Меня не спрашивай. Я свою коллегу и подругу не выдам. Извини. Минуточку. Свою коллегу и подругу? Тебе этого не понять. Бедняжка. Не смей больше так поступать, Мигель. Не смей, слышишь меня? Ну ты урод. Осторожно, рука. Я чуть не потеряла тебя, это же жутко опасно. Не смей так больше делать, ты меня понял? Больше не буду, больше не буду. Я буду поймальщиком. Ты издеваешься? Молись, чтобы тебя судья пожалел. Какой судья? Я ведь скоро вернусь в компанию, да? Да, вернешься в качестве курьера. Ты будешь курьером. Нет, только не курьером. Послушай, сначала мы покажем тебе врачу, а потом психологу. Зачем он мне нужен? Я не хочу к психологу. Идем. Рука! Пока, Мартин. Пока. Я отвезу тебя домой, когда скажешь. Тано, спасибо тебе большое. Спасибо? За что? Ну не знаю, за поддержку, наверное. Мне ужасно повезло, что ты был с Мартином, когда я ему позвонила. Нет, нет, это не удача. Это судьба. Судьба? Да. Правда? Конечно. Я как раз говорил о тебе и о твоих. Тано, мы уже говорили об этом. Понимаешь, мы с тобой... Ну я же тебе говорила. Ладно, но скажи, есть у меня хоть один шанс? Скажи, что ты не забыла то лето. Жареное мясо с картошкой, прогулки по дюнам. Роланда. Я тебе обзвонился. Я не слышала звонков, ты уж прости. Твой братец расшиб себе голову. Не смей так о нем говорить, балда. Не наезжай на моего Шурина. Да, будет он твоим Шуриным, мечтай. Ладно, Дебра, поехали, лучше выпьем. Да, мне Мартинь идет. Если тебе что-то понадобится, ну там, подработать или еще чего, звони мне из гаража. Не вопрос. Значит, позвонишь. Не вопрос. Я устрою тебя ад. Мечтай. Пока, Тану. Пока, красотка. Кимберли у нас будет главная. Она будет давать метло и отмашку. А вы будете маршировать за ней. Вытащите блузки, завяжите их на узел, и Кимберли начнет. Мы кричим «М». Мы кричим «М». Кричим «А». Мартин. Мартин. Ра. 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 На третий «Ра» подпрыгиваем, ясно? Мы уже репетировали. Кричим «А». Господи, это еще что? Наш приветственный танец для Мартина. Вы на работе, девушки. Вы все должны заниматься своими делами. Ты что думаешь, жизнь это только чеки и накладные? За стенами этого здания течет жизнь. Ответь на звонок, пожалуйста. Да, этого я и ждала. Он здесь, он здесь. Кто? По местам. Так, Арки. Иди сюда, Альфредо. Нам надо измерить высоту. Он идет. Идет! Мартин! 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 Браво! Большое спасибо, спасибо большое. Альфредо тоже тебя поздравляет. Вас показывали по телеку, это круто. Спасибо. Мы тут так нервничали. Мы были в отчаянии. Денек выдался тот еще. Ладно, а теперь все наладилось. Или есть еще что-нибудь важное? Нет, нет, нет. Ну что, вынимать шампанское из холодильника? Да, конечно, неси. У нас все готово. Мы хотим сказать то. Не сопротивляйся, иначе будет хуже. Отлично, пошли. Ступайте. Как думаешь, может длинный стол притащить? Как рука? Болит. Даже очень. Алло? Да. Что случилось? Что случилось, Кони? Я еду. Пока. Мне нужно уехать. Выпьем в другой раз. Мы почти притащили длинный стол. Марти, Марти. Вот он ушел. Это ты во всем виноват. Этой тетке еще повезло, что она жива осталась. Странно, что у нее вообще голова не оторвалась. Это не смешно, ясно? У вас еще будут неприятности. Никаких неприятностей не будет, бабуля. Мы все говорим правду. Это был несчастный случай, так? Вы еще молоды и не понимаете, что эта женщина может все повернуть так, что жертвой в конце концов будет она. И только она. Такого шанса она не упустит. Она отыграется на милашке. Но мы же все знаем, что Мартин не идиот, правда, Роса? Конечно. Но она умеет притворяться. Ладно, пусть делает что угодно, только на нас не вопит, да? Не провоцируйте ее. Это худшее, что вы можете сделать. Вам надо подружиться с ней, только держите ее на хорошем расстоянии. Не хотела вас прерывать, но Констанца вопит, что ей нужен лед. Кто его отнесет? Давай я. Нет, нет. Я сама. Как она? Ей очень больно. Она кипит. Раз кипит, может, надо выключить газ? Ну ты баллон. Это совсем не смешно. Нет, слушайте, если серьезно, бабуля пьет снотворное. После половины таблетки она спит, как бревно. Давайте подложим пару таблеток в чашку с чаем и отнесем ее к Констанце. Классная мысль, парень. Класс, молоток. Я сделаю ей чай, а ты отнесешь. И все. Что? Что я ей отнесу? Ты что, совсем спятил? Не нравится снотворное? Тогда можно ей подсыпать слабительного. Нет, я вас не понимаю. Тоже неплохая мысль? Плохая. Вы слышали, что сказала Роса? От этой Констанции нужно держаться на хорошем расстоянии, понимаете? Я бы мог дать ей в нос с другой стороны, для симметрии. Мне больно. Ладно, ладно, подожди, подожди. Ну сколько мне еще ждать? Сколько мне еще терпеть эту твою сотрудницу? Нет, ты мне ответь, сколько? Она этого не хотела. Ах, она этого не хотела. Кто это тебе сказал? Роса и дети. Знаешь почему? Потому что они все против меня. Вот почему. Ну что ты выдумываешь, Кони, Кони. Посмотри на меня, милая. Посмотри. Не выдумывай глупости. Расскажи, что случилось. Эта глупая девчонка учила парня, Росы, боксу и... Боксу? Да, 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 боксу. В самозащите. Тони. Да, и другого мальчишку. Хосе. Да. Как будто их еще чему-то надо учить. Ты вспомни, в каком месте они жили раньше. Знаешь, что я сделаю? Я скажу милашке, что больше этого не потерплю. Больше таких выходок я не допущу. Ладно, ладно, хорошо. Иди говори с ней, ладно. Да, 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 надеюсь, еще не слишком поздно. Что ты такое говоришь? Нам неизвестно, откуда она взялась, милый. Мы не знаем, как ее зовут, где она родилась, кто она. Когда тебя обохрали, ее в офисе не было. Ведь ее не было? Ее не было, но я знаю, что она не имела к этому отношения. Послушай, Констанца. Я поеду в больницу навестить Мигеля. Ты со мной поедешь? Конечно, милый, с тобой я куда угодно поеду. Еще, знаешь, она все время ругается. Грубиянка. Давай забудем об этом. Ладно, но малышка за ней все повторяет. Я больше не хочу говорить об этом, Кони. Ладно, хорошо, отлично. Схожу за пиджаком. Иди. Вот грубиянка, ужас. Мои несчастные ушки. Хосе, очнись, я с тобой говорю. Я Лаура, твоя сестра. Хосе, посмотри на меня. Да смотрю я на тебя. Чего тебе? Нет, ты на меня не смотришь. Смотри мне в глаза. Поверить не могу, что ты влюблен в Вики. Кто влюблен? Подруга, ей вообще закрой пачку. Ну да. Я же тебя знаю, Хосе. Ты что, не видишь, что она истеричка? А ты не видишь, что ты меня достала? Заткнись. Я же ради тебя это говорю. Да заткнись ты. Лаура, хватит. Извините, что вмешиваюсь в ваш милый разговор, но я только что слышал, как Констанция рассказала все про милашку Мартину. Хватит уже прикалываться, Тони. Я не прикалываюсь, я же не идиот. Видал? Вики вся в нее. Да, яблочко от яблонки. Подожди. Это тетка свинья. Что сказал Мартин? Да, она свинья. Мартин жутко злится. Собирается поговорить с милашкой. Предлагаю план. Поговорим с милашкой и если надо, будем ее прикрывать. Ничего не бойся. А я ничего не боюсь, когда я с тобой. Пока, до завтра. До завтра. Когда я с тобой, время летит. Что ты хочешь сказать? Когда я с тобой, мне хорошо. Мне очень хорошо. Мне тоже. Мне тоже хорошо с тобой. Но сейчас мне пора домой. Мартин, милый, долго ты еще? Подожди, я сейчас. Ладно, милый. Ты обязана завалить кобру. Она столько болтает, ее давно пора заткнуть. Нельзя же такое говорить. А что она на стенах пишет? Нет, ты подумай. Она такое под мостом написала. Только я тебе не скажу, а то взбесишься. Нет, если ты спросишь, я, конечно, скажу. Я оторву милашке башку. Кобра проголодалась. Правда? Ничего, я выбью ей зубы. Ей придется поголодать. Она даже пюре есть не сможет. Ну и когда это будет? Люди говорят, что ты уже в штаны наложила. Ки-ки-ки, не лезь, ладно? Выйди, посмотри, идет там дождь или нет. Будь другом. Я и сам хотел. Вот и молодец. Не обращай на него внимания. Готова пробежаться? Бежим. Кобра вводит тебя в заблуждение. То же самое сделал Али с Форваном в Африке. Ты меня слушаешь? Она хочет тебя смутить, чтобы ты потеряла голову. У меня от тебя голова болит, хватит. Я тебя поняла. Я не прав? Да, да, нет, нет, да. Хладнокровие, ненависть, хладнокровная ярость. Как с яблоком. С яблоком? На голове. Ты сам рассказывал. Да, точно. Я поняла. Я в ярости, но я спокойна. Пусть Кобра приходит, я ее встречу. Я здесь, искала меня. А что ты тут делаешь? Бедняжка, Мигель, он дрожал, как листок на ветру. Бедняжка. Но ведь он пошел на это ради семьи, да? Ради вашей любви? Да, нет, в общем, его надо показать психиатру, или он после каждой неприятности будет пытаться наложить на себя руки. Нет, ну признай, что Мерседес и Альфредо... С какой стадии они записывали его частные разговоры? Я им плачу, чтобы они оберегали мои интересы. И потом, Мигель ведь меня обманывал, так? Да, конечно. Я опять милючий пуху. Нет, ты... Все, что я говорю тебе о Мерседесе и Альфредо, чепуха. Все, что я говорю о милашке... Дорогая, у меня был очень тяжелый день. Да, конечно, поехали. Я замолкаю. Все равно ты меня не слушаешь. Пожалуйста, прекрати. Мои слова для тебя ничто. Дорогая, помолчи, ладно? Может, ты мне врежешь, как это твоя милашка? Пошли. Нет, ты мне не врежешь. Ты хороший человек. Ну все, пожалуйста, пошли. Ты просто золото, дорогой. Я всегда говорила, ты такой хороший, мой дорогой. Ладно, что будем делать? Мне нужно снять копию. Балбес, я говорю о празднике. О каком? Как о каком? Мы свое дело сделали. Но Мигель не спрыгнул. Точно, не спрыгнул. Но Мартин теперь знает, что он предатель. Вместе мы с тобой непобедимы. Мигеле давно было пора остановить. Он все время использовал Мартина. Использовал. Использовать. Я использую, ты используешь, мы используем. Мерседес, не начинай. Почему бы нам с тобой не объединиться? Мерседес? Прошу тебя. Нет, не надо меня просить. Я твоя, посмотри на меня. Видишь? Ты ее знаешь? Видела пару раз. Это кобра. Так ты кобра? Да. Это ты все время нарываешься? Я же говорила, что мы встретимся. Значит, ты кобра. А ты все время прячешься? Да, думаю, как из тебя яд выбить. А давай врежь мне. Нет, нет, хватит, прекрати. Ты завтра ей врежешь. Пошла вон, или я тебе башку оторву. Мы мра. Вали отсюда. Прячешься за Доном сессором, трусика. Вали отсюда, крыса. Прекратите. Опять этому дурню досталось. Нет, нет. Почему? Нет, нет, нет. Ты прекрасно целуешься. Это возмутительно. Что ты говоришь? Почему это возмутительно? Да это безумие? 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 Да, это безумие любви. Поцелуй меня еще. Да, да, поцелуй. Да не сходи с ума. Я схожу с ума. Безумие. Он и она сошли с ума. Луна упала на улицу. Калау. Мне на голову свалилась дыня. Подумаешь? Не надо стихов, ладно? Почему? Пожалуйста. Ну, куда же ты? Хочешь свести меня с ума? Боже мой. Иди сюда, вернись. Иди ко мне. Иди к мамочке. Кики, приди в себя, слышишь? Кики, повезло тебе. А вы валите отсюда. Ты, кобра, пошла вон. Ну, как же так? Пошла вон. Очнись, Лея, убью тебя. Очнись, Кики. Подожди. Очнись, Кики. Подожди, он дышит. Ну, как он? Как он? Что с ним такое? Кики. Кто я? Кики Ферретти. Ну, и имя. Не ставь будильник, постирай мне трусы. Нет, что угодно, только нет. И Кики, Кики. Нет, не трогай его. Он бредит. Куда он? Надо отвезти его в больницу. Давай отвезем. Ладно, в больницу, так в больницу. Погоди, у него штаны грязные. А что ты от меня-то хочешь? Какой позор. Тебе больно? Очень. Моей душе больнее, чем тело. Ну, и тело мое страдает. Не забывай. Мне плохо. Но все равно я хочу поблагодарить тебя за то, что пришел навестить меня перед смертью. Что простил меня. Спасибо. Милый, какой же он трогательный. Тебе сделали рентген? Нет, нет, не сделали. Но я чувствую себя печеньем, на которое кто-то сел. Я раздавлен. Мой организм страдает. Да, ты плохо выглядишь. Ты заметила? Врач тебя осмотрел? Да. И что сказал? Ничего, молчал. От меня что-то скрывает. У меня внутренние кровотечения. Нет. Нет, дорогой, нет. Мне кажется, что я глохну. Слушай, заткнись и больше не делай глупостей. Я поговорю с врачом. Тебя оставляют здесь на ночь? Подожди здесь. Наверное. Мне велят остаться, но я не хочу. У меня галлюцинации. Мне чудятся микрофоны, камеры. У меня такое чувство, что я попал на телепрограмму. Нет, 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 Мигель. Наклонись. Чего тебе, Мигель? Хорошо, выслушай. Да. Тебе принести воды? Вызвать медсестру? Может, ты в туалет захотел? Ближе. Да. Принести тебе утку. Ближе. Ближе, ближе. Мигель, прекрати. Не бойся, я почти труп. Я не могу. Нет, нет, к мобильнику она не подходит. Может, надо позвонить в компанию? Хочешь, я поговорю, давай телефон. Конечно. Нет уж, думаешь, я балда и не могу по телефону поговорить? Чтобы позвать милашку к телефону, гением быть не нужно. Ну, ты вроде нервничаешь, заговариваешься. Что? Заткни. Дай трубку. Нет. Группа Кесада, добрый вечер. Трубку взяли, что мне сказать? Дай мне трубку, дай мне ее, глупышка. Алло, привет, добрый вечер. Кто говорит? Я бы хотел поговорить с милашкой. С Эсперансой. Нет, ее здесь нет. Кто это говорит? Хосе. Хосе. Не знаю, помните ли вы меня, я живу в доме Мартино. У меня еще и сестры есть, помните? Хосе, конечно помню. Тут мне твой голос знакомым показался. Как дела? Хорошо, все хорошо. Спасибо. Ты получил учебники по английскому? Да, да. Они классные. Они мне понравились. Спасибо. Теперь придется учиться, да? Конечно, мы будем учиться. Знаешь что, мама... Мерседес, Мерседес, знаете что? Мне нужно... Нужно найти милашку. Я звонил ей на сотовой, но она не подходит. У вас есть адрес ее? Да, конечно. Ты записываешь? Сейчас я найду адрес. Да, сейчас найду на чем писать. Вот. Говорите, да. Я пишу. Простите, где доктор Кирос? Вон там. Спасибо. Не надо сюда, хочу домой, не хочу сюда. Заткнись, Кики, слышать тебя не могу. Приехали. Я же говорил, что мы в Лас-Вегасе. Мы не в Лас-Вегасе, это больница. Больница в Лас-Вегасе? Синьорита? Да. Где казино? Нас отправили сюда из приемной. Да, я знаю. Подождите, пожалуйста, вас вызовут. Скажите правду. Да. Кики навсегда останется идиотом. Не волнуйтесь, доктор вас скоро примет. Какой доктор? Доктор Ороньес. Он в операционной, но скоро примет вас. Спасибо. Нет, не уходи. Что случилось? Я не говорю на их языке, я не понимаю, что они... Подожди здесь, я сейчас вернусь. Нет, нет. Один вопрос. Где тут шоу Сэмми Дэвиса-младшего? Что? Ну, это некрот такой со стеклянным глазом. Сейчас дам вам таблетку. Вы так хорошо говорите. Я прекрасно вас понимаю. Вот так всегда и случается, но я даже не думала, как мне плохо, Турчанка. Он же мой сын, и он в больнице с серьезным ранением. Что мне теперь делать? Что делать? Мы все это понимаем, но он ведь в сущности сам на удар нарвался, и потом его столько разбили. Не расстраивайся, может, в больнице его подлатают? Я тебе мозги подлатаю, если будешь так о кеке говорить. Не расстраивайся, что ты? Ну, зачем ты ей это сказала, зачем? А что я должна была ей сказать? Она должна знать, что у ее сына не все дома. Это уж точно. Ты знала, что у него есть соска? И что вчера он спал вместе с Невис? Да ладно, ты прикалываешься. Как же он меня достал? Слушай, иди покорми его, а то ведь он так и не заткнется. Привет, извини. Извини, что не вовремя. Приветик. Турчанка? Парниська Мартина, да? Да. Хосе. Хосе. Ты меня помнишь? Да, конечно. А что такого? А кто твой синеглазый приятель? Я Тони. Тони. Привет, Тони. Какой сюрприз. Что вы здесь делаете? Мы искали Милашку. Ты не знаешь, где она? Ну что с тобой, Милашка? Что случилось? Кики совсем плохо. Я не хотела его бить. Я перестаралась. Не знаю, что на меня нашло. Я люблю Кики. Я не хочу, чтобы он был таким. Ты же ненарочно его ударила. Обнимите меня, Дон Сеса, пожалуйста. О, нет. Ну же, Милашка, не плачь. Не плачь, чемпионка, пожалуйста. Ну не плачь ты. Ну же, Милашка, не плачь. Ну не надо. Успокойся. Ну что ты? Где Кики, Милашка? Прошу тебя, не ври мне. Скажи, он теперь на всю жизнь останется инвалидом. Нет, сеньора, подумаешь, она врезала ему. Нет. Иди лучше домой, я позвоню. Если что-нибудь произойдет. Нет. Не волнуйтесь, Ваше Величество, я все знаю. Мой мальчик. Прошу прощения, где лежат полотенца для сауны? Мой малыш, это я, твоя мама. Это я. Она с ума сошла. Идемте. Нет, Кики, стой, стой. Господи, он совсем плох. У него крыша поехала. Тоже мне новость. Не волнуйтесь, все будет в порядке, Ньевис. Извините. Извините. Алло. Милашка. Мартин. С детьми все в порядке? Что-нибудь случилось? Нет, все в порядке. Ты где? На дне рождения у кузины. У ее сына. Ему годик исполнился. Они такой пир закатили. Что-то я не слышу веселья. Моя кузина глухая, ее сын тоже. Это наследственное. Ты там со своим женихом? А тебе-то что? Мартин, если ты решил шпионить за мной, найми детектива. И тебе дешевле, и я не так буду злиться. Нет, послушай, я за тобой не шпионю. Я просто хотел узнать. Мартин, меня зовут задувать свечи. Стой, стой. Как там твой брат? Классно. Пока. А зачем вам милашка понадобилась? Ну, нам очень надо с ней поговорить. Ты не знаешь, где ее можно найти? Когда она вернется? Я даже понятия не имею. Очень жалко. Да, жалко. Ладно, мы подождем. Где? Здесь. Здесь? Нет, нет, здесь вам ждать нельзя. Это гондо... Кондом... Кондоминимум. Что? Это частный дом. Вам здесь ждать нельзя. Чужим людям... Нет. Кручанка. Что? Мы ненадолго. Нет, парень. Ничего ты не понимаешь. Если придет Хитану, это владелец дома. Но мы же тихо будем. Ладно, ладно. Подождите, пока я буду заниматься. А ты что, учишься? Да, но не в школе. Никакой химии или там истории. Это мне не надо. Я учусь, чтобы стать актрисой. Актрисой? Ну да, иногда мне дают крошечные роли. Она похожа на актрису. Ты учишь свои слова? Да, только их немного. Я могу помочь. Нет, я буду смущаться. Нет, не надо. Мне всего-то нужно войти и сказать привет, пока. Я понимаю, что я не актер. Да нет, не в этом дело. Я смущаюсь, потому что... Хосе, стой, ты не понимаешь. Просто ей надо очень мало слов учить. Заткнись. Не расстраивайся. Ладно, ладно, помоги мне. Пошли, почитаем сценарий. Нет, ты не поняла, Турчанка. Ты мою девчонку увел в рот. Она меня голубоглазом назвала. Да заткнись ты. Не затыкай меня. Урод, слушай сюда, дятел. Не тронь меня. Слушай, ладно? Я попробую вытянуть из нее информацию. Я что, похож на идиота? Слушай, заткнись. Люди на тебя смотрят. Вот урод. Он увел мою девчонку. Нет, с ума сойти. Привет, приятель. Привет. Привет, Кимберли. Привет, Чичи. Как дела? Скажи-ка мне одну вещь. Я что-то забыл. Когда милашка дерется с коброй? Ты не знаешь? Знаю, завтра вечером. Но мы на бой вряд ли пойдем, потому что ей это не нравится. Почему это мне нельзя пойти на бой? Я всегда болел за милашку. Я не знаю. Нельзя и все. Такова жизнь. Вот черт. Здравствуйте. Привет, парень. Привет, как ваши дела? Как поживаешь? Отлично, а вы? Ты не ходил на бокс? Вы меня помните? А то. Как я мог тебя забыть? Я тебе звонил. Помнишь, для тебя осталось одно место? Да, я хотел вам сегодня позвонить. А что вы здесь делаете? У вас что-то случилось? Нет, нет. Просто у одного моего бойца слабая челюсть, слабый глаз и... Ну, ему врезали. Ты посмотри, какая это картина. Она вам в дочке годится? Но она мне не дочь. Тебе что, такие красотки не по душе? Нет, вообще-то не очень. Мне нравятся зрелые женщины. Так она же вроде зазрела. Ладно. Так когда ты придёшь на наш матч, приятель? А что, будет ещё матч? Ну, конечно, а что? Тогда я приду завтра. Да? Тогда до встречи. Ладно, надеюсь, что ты придёшь, парень. Да, до завтра. Пока, буду ждать. Господи, что с ним такое ненормальный? Мы с тобой не репетируем. Ты говоришь о милашке и только о ней. Что с тобой? Ты что, влюбился в неё? Ты что, спятила или ты напилась? Спустись на землю! Ну, грубий ян. Я пришёл поговорить с милашкой. Я подумал, что ты знаешь, где она. Ну, конечно. А ты кто такой? Кто ты такой? Детектив? Выкладывай. Что случилось? Турчаночка. Я просто пришёл поговорить с ней, и всё. Господи, Турчаночкой меня называли в детстве. Турчаночка? Да. Турчаночка. Как приятно это слышать. Турчаночка. А ты сейчас так похож на бездомного щенка, что мне хочется тебя обнять. Давай. Но... Нет, нет, стой, 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 стой. Сколько тебе лет? Девятнадцать. Правду? Ладно, ладно, правду. Двадцать один. Честно. Выгляжу я моложе, но... Тебе максимум в шестнадцать. Ты слишком мал для меня. Нет, 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 я не маленький. Жизнь на улице превратила меня в мужчину. Правда? На твоём месте. Я бы нашла ровесницу. Всё, с меня хватит. Я серьёзно, Турчанка. Я не шучу. Да, не повезло. Да, ну хорошо, хоть мы не в морге. Вот я и говорю, не повезло. Это шутка. Мартин, привет. Я попросила Роланда прийти со мной, но мы скоро уйдём. Мне нужно немножко отдохнуть. Как ты? Ничего, нормально. Он меня спрашивал. Нормально, благодаря тебе. Ты здесь со мной в это сложное время. Как мы могли не прийти, Мигель? Раз уж мы все здесь собрались? Может, воспользуемся моментом и уладим все наши разногласия? Они нам всем причиняют только боль, особенно некоторым из нас. Мартин, Роланда хочет тебе что-то сказать. Давай. Ну, насчёт того, что у нас гонка не получилась, глупости вся эта. На самом деле, я уже почти забыл об этом. Конечно. Я не шучу, Мартин. У меня к тебе претензий нет. И вообще, если хочешь, приезжай в гараж, опробуешь машину. Для следующего сезона я бы хотел знать твое мнение. В конце концов, мы же будем одной семьёй. Как ты считаешь? Нет, нет. То есть, как это, мы будем одной семьёй? Мы поженимся в марте, Мартин. Что? Да. Ты не хочешь меня поздравить? Ты что, за нас не рад, Мартин? Папочка бы порадовался. Да. Не делай так, а то ты устанешь. Тебе нужно отдохнуть. Не двигайся, тебе это вредно. Мы уходим, ладно? Вот сейчас мне хорошо, я жила. Передай мне сумочку, Мигель. Я пойду с вами. Ладно, пока, удачи, пошли. До скорого. Счастливо. Скажи мне честно, твоя сестра дура или только притворяется? Нет, не притворяется. Ты кто, кот, что ли? Ты кот? Что ты тут прячешься? Что делаешь? Мы все тут люди рабочие. Ну-ка, выметайся. Нечего тут прятаться. Я жду друга. Тише, тише. Что такое? Это я должна тебя спросить, что тут делают эти дети? Нет, нет, нет. Я всё объясню. Они друзья. Они пришли с миром. Всё в порядке? Мы друзья. Господи, а ты что подумала? А что я могла подумать? Смотрю тут эти дети. Я не знала, что они задумали. Да ничего, мы просто... Да? Расскажи ей. О сценарии. Всё в порядке. Зачем вам ссориться? Мы же уходим уже. Нет. То есть, кто-нибудь хочет матэ? Я хочу. Никто. Класс. Я сделаю самое лучшее матэ в мире. Не сейчас, Хосе. Не сейчас. Нам пора. Уже поздно. Пошли. Идём. Ну что ж. Пока, извини. Пока, Тони. Мы уходим. Пошли. Пока. Тони. Всем счастливо. Что? Пока. Спасибо за урок. Какой урок? Лучше не напоминай. Передавай привет сестричкам. Я не знаю, что тут происходит, но вот что я тебе скажу. Если будешь и дальше сюда таскать людей, мы проголосуем, и тебя живо вышвырнут отсюда. Понятно? Живо. В одну минуту. Но он же мне почти как младший брат. Терпи. Ещё чуть-чуть. Ох уж эти прыщи. Вот и всё. Ну что? Ты меня не узнаёшь? Нет. Доктора что-то очень долго нет. Пойду поищу его. А ты жди здесь. Понял меня? Понял, брюнетка. Или может мне всё расходить в солярии, позагорать? Да, туда я и пойду. Лучше я чего-нибудь в баре выпью. Пойду в бар. Энрике. Энрике. Что ты тут делаешь? Какое совпадение? Я не знаю, что тут делает Энрике, а я иду в бассейн. В бассейн? Отпусти меня. Надевай бикини, поживей. Пусти меня, что ты? Я хочу посмотреть на тебя в бикини. Господи, ты опасен. Я пью давно. Пусти меня, Кике. Ну-ка отпустите эту сеньору, отпустите её сейчас же. Ревнуешь? Простите, сеньорита, прошу вас, простите. Надевай бикини. Пожалуйста, пойдём сюда. Почему не надеваешь? Надень его и поживей. Прошу вас, сеньор, прекратите. Помогите, помогите. Мигель, после того, как тебя выпишут, тебя ждёт суд. Ты знал это? Да. И ты так спокоен? Ты же меня защитишь. Это не шутки. Мне ведь придётся говорить судьё, Мигель. Ты защити меня перед судьей, я ведь столько раз тебя защищал. Я не шучу. Что ты такое говоришь? Я говорю о том, что происходит в твоей компании. И всё давно знают, что ты клеишься к милашке. Моим сотрудникам нужно больше говорить о работе. И поменьше нести чепуху. Всё так говорят. И потом, у милашки есть жених, у меня есть невеста. Что с тобой? Да нет у неё никакого жениха. Милый. А мы как раз о тебе говорили. Я этого больше не вынесу. Закрой свой рот. В чём дело? Это жуткое место. Здесь столько сумасшедших, что я сама начинаю сходить с ума. Ладно, идём. Запомни то, что я тебе сказал. Ты тоже. Прости, Мигель, мне так неудобно. Мне тоже. Не волнуйтесь, сеньора Ньеви. С вашим Кики всё в порядке. Всё нормально. Ничего с ним не случилось. Нет, он нам прежде был невыносимым. Вы представляете, каково мне приходится, дон Сесса? Я даже думать об этом не хочу. Не лгите меня, сеньорита, бассейна здесь нет. Иначе я бы тебя утопила. Мне нужно расслабиться. Намашка меня кремом, красотка. Кики. Я заплатил за бассейн, так что я имею право в нём поплавать. Тебе не в бассейн надо, а в дурдом. Я его убила. Кики. Нет, Кики, что я наделала? Ньевис. Его надо было приструнить, милашка. Что же делать? Где это я? Узнаёшь меня? Ну да, ты милашка. Получилось. Дорогой мой. Мама! Дон Сессар. Как я счастлива, это просто чудо. Пойдём домой, сынок. Или в бар. Милашка платит, она меня угощает. Бери куртку, на улице холодно. Пошли. Ты мой мальчик. Милашка всегда платит. Вот урод. Господи, прости. Мерседес, ты не могла бы дать мне архитектурные планы? Да, вот они. Я сама хотела занести их вам в кабинет. В чём дело? У меня что там? Пятно или грязь? Альфредо, смотри мне в глаза. Я прошу тебя. Мои глаза здесь, а не там. Смотри на меня. Ради бога. А что? Что? Мы не можем вечно вести себя, как подростки. Смирись с тем, что ты чувствуешь. Если между нами что-то есть, надо этим наслаждаться. Мерседес. Да. Телефон. И я тебя. Телефон звонит. Что? Телефон. Извини. Группа Кесада, добрый вечер. Там какой-то урод дышит в трубку и молчит. Поздновато для таких шуточек. Вешай трубку. И пойдем. Уже поздно. Ладно. Что ж, тогда до завтра. Да, до завтра. Плохой. Ты очень плохой. Очень плохой. Очень плохой. Милый, мне его так жалко, он там совсем один, бедняга. У него есть медсестры, ему тут неплохо. В чем дело? Сумочку забыла. Я сейчас приду. Подожди меня. Ладно. Ну да, конечно, извините, сейчас. Мартин? Милашка? Ты следишь за мной? Давай, отвечай. Чего ты так уставился? Как так? Как чокнутый. А я и есть чокнутый. Зачем ты мне солгала? Отвечай. Зачем ты мне солгала, милашка? Кто тебе солгал? Ты мне. Я тебе не лгала. Я тебе только что звонил, и ты сказал, что ты на дне рождения. Если сказал, значит, так и было. Тогда что ты делаешь здесь? Ребенок подавился тортом, и мне пришлось отвезти его в больницу. Ты за мной следишь, Мартин? Нет. Тогда что ты тут делаешь? Я здесь, потому что у Мигеля проблемы. И долго рассказывать. А я тебе не верю. Слушай, не меняй тему. Ты сказала, что ты на дне рождения, и это была ложь. Откуда ты знаешь? Я видел, как ты обнималась со своим женихом. С каким женихом? С твоим. С тренером, как там, Дон Сесар. Ты видел меня с Доном Сесаром? Да, я тебя с ним видел, и теперь прекрасно знаю, кто твой жених. Классно. Раз ты так прекрасно знаешь, кто мой жених, ты наконец-то от меня отлипнешь. Верно? Ты меня уволишь? Уволишь за то, что у меня есть жених? Нет. Не лезь ко мне, Мартин. Я уже взрослая девочка, могу встречаться с кем захочу. Да, конечно, кроме жениха, который бьет тебя за вранье. Никто меня не бьет. Сколько можно повторять? И хватит следить за мной, Мартин. Милашка, боксер, ты что? Она бы нам обязательно об этом рассказала. Да, но мы не знаем, почему она этого не хочет говорить. Она будет прятаться от Мартина? Да нет, я не знаю, не знаю. Женщины такие странные, Хосе. Представь, боксер. Да, только вот для боксера она слишком красивая, правда? Ты набит предрассудками, парень. Ну и что, почему она не может быть боксером? Кто это у нас, боксер? Еще шажок. Ты у меня как маленький. Не надо меня под руку вести, мама. Но ты же можешь упасть, Кейки. Не сопротивляйся. Упаду, если не сделаешь мне гамбургер с французской картошкой. Хватит, идем уже в дом. Я стоял на пороге смерти из-за тебя. Сходи к медиуму, он расскажет тебе о смерти. Привет, милашка, как Кейки? Лучше. За ним сам черт присматривает, да? Трученко, не забывай, это ведь из-за меня он чуть коньки не отбросил. Может, он бы их и отбросил, только сверху на него посмотрели и решили, что он им не нужен. Ну ты даешь. Только тебе мои шутки нравятся. Кстати, чуть не забыла, тебя мальчишки искали. Кто? Хосе и Тони. Да, они жужжали, как мухи. Чего хотели? Не знаю, тебя искали. Когда поняли, что тебя здесь нет, начали спрашивать, ты боксер или... Что ты им сказала? Да я об этом только под пыткой могу рассказать. Это невозможно, ни одно, так и другое, черт. Ты представляешь, я встретила в больнице Мартина. Что? Он тоже был там. Зачем? Не знаю. Я ему такого наплела, сказала, что я невеста Дона Сессора. Ну зачем ты сказала, такую глупость? Чтобы больше не доставал меня. Теперь он думает, что я его невеста. Больше он ко мне не подойдет. Вот увидишь. Могу я сказать, что думаю обо всем этом? Ты заварила слишком густую кашу. Я делаю все, что могу. Пока что ничего лучшего в голову не приходит. Я пошла спать. Мне рано вставать. Завтра у меня очень важный бой. Ну же, Хосе, отвечай, кто боксер? Я не знаю. Не отнекивайся, я проходила рядом и все слышала. Ты ошиблась, Лаура. Нет, не ошиблась. Ошиблась. Вы ведь это о милашке говорили, да? Милашка? Кто такая милашка? Нет. Кто? Не прикидывайся. Вы что, хотите что-то скрыть? От меня, да? Да о чем ты говоришь? Ты спятила. Мартин, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Тони Констанса. У вас все в порядке? Конечно, в порядке. Тони, потом поговорим. Да, Мартин, я пойду к бабуле загляну. А мы наверх пойдем. Нет. Да? А что, конечно пойдем? Лаура, у вас все в порядке? Нет. Все классно, Мартин, честно. У тебя как дела? Сначала они ненавидят друг друга, теперь у них секреты. Что случилось? Наверное, они помирились. Решили позабыть о своих ссорах. Хороший пример. Мы тоже можем так сделать, милый. Что? Мы и так с тобой не ссоримся. Если так и дальше пойдет, поссоримся. Как так? Дорогой, не прикидывайся. Ну, пожалуйста. Я этого больше не вынесу. Боже, какой длинный год. Я уже устала. Какой длинный год? Но он только начался, Кони. Это не важно. Ты хоть раз смотрел на себя в зеркало? Ты такой усталый. Я много работаю, ты тоже. Если так пойдет и дальше, то мы просто не выдержим. О чем ты говоришь? Ты хочешь поехать в отпуск? Да, милый. Давай устроим мини-медовый месяц. Ну, прошу тебя. Я так больше не выдержу, клянусь. Я бы так хотела куда-нибудь уехать, подальше от всех. Туда, где нет проблем. Неплохая идея. Я не спросила, как ты сегодня спал. Ужасно. Кошмарно. Да, я тоже. Не могла уснуть. Не знаю, что чувствуешь ты, Альфредо, но мне кажется, между нами происходит нечто серьезное. Бетрис исчезла. Посмотри на это с другой стороны. Теперь ты будешь спать один. Нет, это не шутки. Я не знаю, где моя жена. Это очень странно. Если с ней что-то случилось... Надеюсь. Надеюсь, что она скоро вернется. Не бойся, она хочет привлечь твое внимание. Женщины все такие. Иди, иди, работай. А позавтракать? Роса, я опаздываю. Позавтракаю на работе. Ты уж извини меня. Извини. Не надо извиняться. Вы ничего такого не сделали. Мне надо тебе кое-что сказать. Да. На выходные я уезжаю с Констанцией. С Констанцией. Да, что-то не так? Нет, 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 ничего. Ладно, так вот, я хотел бы тебя попросить, Роса. Ты не присмотришь за детьми? Нет, я не могу. Почему? Потому что на эти выходные я еду в Лухан. Да. А в Лухане живет моя племянница, и у нее родилась дочка. Я еду туда, на ее крестины. А ты не можешь это отложить? Я буду крестной. Меня там ждут. Что ж, что-нибудь придумаю. Спасибо. Пока, Роса. Пока. До свидания. Привет, сколько времени? Я опоздала, да? Время ерунда. Что ты тут делаешь? На работу пришла. На работу? У тебя сегодня бой, ты забыла? Нет. О чем только ты думаешь? Тебе нужно тренироваться. Ты должна сконцентрироваться. Ну да, только я лучше поработаю. Иначе Мерседес опять что-нибудь не то подумает. Милашка, ты такая странная. Подумай о нас. Мы все на тебя надеемся. А ты нас хочешь подвезти? Это неправильно. Кто я вам? Ишак, что ли? Отстань. Ладно, если уж ты пришла, отнеси кофе сеньору группы Кесада, ладно? Он его заждался. Конечно. Я так понимаю, он хочет со мной поругаться. Ну и что? Пожалуйста. Опять эта штука. Позвоню Навара. Пусть починит. Невероятно. Говоришь ему, говоришь. Он ничего не делает. Какая прелесть, Пунта-де-Леста. Я тоже хочу туда с Аль... Ты сказала Альфредо. Я этого не говорила. Нет, ты сказала Альфредо. Как я могла это сказать? Альфредо женатый человек. И что? Как это что? Ты что, заизмена? Ты слышала, что я сказал? Да, я попрошу приготовить для тебя самолет. Ты возьмешь Констанцу с собой, или мне взять ей билет на обычный самолет? Да. Я шучу. Как я могу ее отправить обычным самолетом? Войдите. Мерседес, ты бы смотрела, куда идешь. Сама в облаках витаешь. Кружилась, как Юла, честное слово. Ты на работе. И она думает, что она права. В этой стране говорят доброе утро. Доброе утро. И? Что? С малышом все в порядке? Врачи достали торт у него из глотки? Да, слава богу, все обошлось. Он оставил его себе на память. Ну, в смысле торт? У меня к тебе есть просьба. Мартин, ты забыла, о чем мы вчера говорили? Нет, нет, нет. Ничего личного. Исключительно деловая просьба. Ты не могла бы присмотреть за детьми на выходных? Ты куда-то уезжаешь? Да. За своей невестой? Так ты присмотришь за детьми? Нет. Тебя твой жених не отпускает? Он тут ни при чем. Я не буду присматривать за детьми. Ты их бросаешь. Зачем ты их усыновил? Послушай. Еще чего. Твоя невеста их не выносит. Надо было подумать, прежде чем принимать такое важное решение. Ясно, большое спасибо, милашка. Значит, ты поедешь со своей невестой. Это все, милашка. На русский язык. Фильм озвучен кинокомпанией Селена Интернешнл по заказу телеканала «Домашний». Фильм озвучен кинокомпанией Селена Интернешнл по заказу телеканала «Домашний». Субтитры сделал DimaTorzok